От бараков и старых низких домов к современным жилым комплексам. Улицу Гойкова назвать парадной, конечно, всегда было трудно, но жить здесь, в самом центре Сочи, считалось престижным. Сейчас за нее взялись основательно. Как только закончатся крупные стройки, сюда зайдут дорожники. Вам сказали, наверное, что здесь улицу будут асфальтировать уже. И надо, надо, да. Вот это что у вас будет? Это же пешеходный тротуар. Это вы сделали, да? Да, мы же забор сделали. Это сейчас снимаем, тоже до конца недели. Здесь мы работаем, какие-то качественные тротуары. Хорошо, то есть вы все это сделаете, да? Да. У меня огромная просьба. Вот эту часть тоже спланировать, хорошо? Еще один будущий престижный дом. Только здесь не все так радужно, как у соседей. Застройщик был одним из авторов письма 20-ти. Госдуму и правительство просили отложить мораторий на строительство в зоне международного гостеприимства. Мораторий отменили, дали работать до 1 декабря. Но вот из 16 этажей пока готовы только 9. В случае просрочки застройщику грозят крупные штрафы. А вот энергетики свою работу уже заканчивают. Новые сети проложены, траншеи зарыты. Небольшая пешеходная дорожка, которая связывает улицы Гойкова и Горького. Много лет она была закрыта, здесь шла стройка. И вот теперь ее возвращают людям. Здесь уже уложили брусчатку, осталось доделать каркас, по которому пустят ветви винограда. Благоустройство сейчас идет по всему Гагаринскому микрорайону. Совсем скоро начнут обновлять скверы. Фестивальные у Зимнего театра русско-японской дружбы. Поставят скамейки, где необходимо заменят брусчатку. Все скверы будут доступны для людей с инвалидностью. Когда спадет поток туристов, начнут реконструировать и морскую набережную. Асфальт только что проложили и на улице Горького. На дорогу смотрят отремонтированные фасады жилых домов. Есть чему радоваться, потому что город меняет облик, он становится красивым. Даже, скажем, архитекторы, которые у нас проводили конференцию со всей России, они это отметили, что из курортного поселка, с низкоплотной застройкой, с бараками, мы действительно превращаемся в красивый город. Крайний срок для масштабных работ – 1 сентября. А значит, осенью из центра города уйдет крупная строительная техника, а с ней шум и суета, присущие любому ремонту.